Если квартирный вопрос, по утверждению классика, испортил москвичей, то земельный порой отравляет жизнь новороссийцам. Чтобы решить дела миром, учитывая интересы всех сторон, регулярно проводятся вот такие встречи. По мере поступления заявок от жителей или городских предприятий, формируется пакет документов, и уже комиссия в присутствии или согласия заинтересованной общественности рассматривает просьбы. В этот раз на большинство из них ответ был положительным. Кому-то достался узкий участок, и есть необходимость подвинуть будущий дом ближе к соседям. А бывает, что стройка буквально уперлась в коммуникации. Тот же электрический столб. Чтобы не было, все вопросы можно решить. Правила землепользования и застройки – это принципы цивилизованного соседства. Это этический документ, своего рода моральный кодекс. Это нормы домустройства и регулирования жизни в городе. И поэтому, чтобы соблюсти права и интересы граждан, мы рассматриваем такие вопросы исключительно на публичных слушаниях. При участии общественности в виде заслуженных архитекторов, представители у нас в комиссии – это председатель Черноморского союза архитекторов. У нас мы приглашаем представителей Департамента архитектуры Краснодарского края. Сегодня присутствовал представитель общественной палаты. Конечно, не все подобные заседания проходят тихомирно, особенно если сталкиваются интересы – экономические. К примеру, по закону на земельном участке можно поставить дом не выше пяти этажей, а застройщик желает минимум семь. Соседи, естественно, против. И вот тут начинается. Город, точнее управление архитектуры и градостроительства, как может, урегулирует подобные ситуации. К счастью, возникают они не так уж часто. В основном решаются простые житейские вопросы. Такие вот, как этот. Висит в воздухе вот здесь. И половина участка вот так, просто в трещинах и осыпается вниз. Мне бы его ближе к границе сделать. Так, 77, 74, 77. Ну, у вас вот эта площадка, она вся примерно ровная. Ну, вот смотрите, из чего он у меня сделал. Ну, это будет… Детский забор заканчивается, да? А у меня на 10 метров практически вот здесь он висит. Этому заявителю предложили основательней подготовиться к заседанию, тщательней обосновать причину, вплоть до геологической экспертизы, подтверждающей, что грунт сыпется. Данный пример, что называется, другим наукам, тем, кто только собирается на такие вот общественные слушания. Ольга Афанасьева, Денис Ротарь, Новая Россия.